Для Заполярья фраза «Олень не лучше», хоть и историческая, но в современных реалиях предпочтение местные жители отдают все же снегоходу. В Наримином Носе вслед за Наринмаром и Каменкой прошли традиционные соревнования по мотокроссу на Буранах. По счету они уже стали девятыми. Их приверочили сразу к двум праздникам Дню Ворона и 70-летию Победы. Гонка получилась зрелищная, особенно гостевой заезд, ведь в нем приняли участие те, кто побеждал на Кубке Челенгарова. Если на дослепительно белой целеной кружит снежный Буран, значит пришло время высоких скоростей. Традиционно в апреле на еще промерзшие протоки тундровый шар, те, кто без снегохода ни на охоту, ни на рыбалку, внимательно проверяют своих железных коней. А где еще проверить, на что способен 30-летний Буран, под гусеницами которого тысячи километров тундры, только на трассе? Им предстоит пройти 4 круга по 2 километра. Маршрут сделали без глубоких канав, но сознательно изогнутый, ведь для них было бы совсем просто разогнать мощную технику по ровной прямой. Условия как раз для моего Бурана. Буран подготовлен для трассы, для этой трассы именно. Чисто сделаны на рывки, на скачки, для кочек, чтобы рвал. На берегу Печоры гоняются и старый млад, но, как правило, чаще побеждают те, кто помоложе. И опыт, как ни странно, здесь особой роли не играет. Главное, перед стартом хорошо подготовить свой Буран, а там как покатит. Завораживающее зрелище, они словно взлетают в воздух, выживая из снегохода, всю его мощь и рвутся дальше к финишу. Нынешние гонки для нашего региона уже давно являются своеобразной заполярной формулой 1. А сами спортсмены говорят, что Буран для них это нечто спорткара. Такой же быстрый, но очень прихотливый. Если не залезть под капот, как надо, не поедет. Двигатель обычный, бурановский. Все обычное, гусеницы. Просто новый Буран. И все. То есть не шаманил специально там? Да, чересчур не это. Два карбюратора поставил. Но в повседневной жизни для них снегоход – это самый надежный способ передвижения по тундре с ранней осени до поздней весны. Поэтому особой подготовки к соревнованиям большинству гонщиков не требуется даже женщинам, которые открыли мотокросс. Победившая в женском заезде Любовь Ордеева на российскую технику садится два раза в год. По случаю соревнований в Наринмаре и здесь, в родном поселке. В столице региона, кстати, девушка стала третьей. Каждый год на одном и том же буране. Ну, соперницы сильные. Девушка меня чуть не обогнала, но я не дала ей. Круто себя чувствую. У мужчин все по-другому. Здесь и участников побольше, и заездов сразу три. Да и скорости тоже отличаются. Если девушки выжимают не больше 60-ти, то сильный пол разгоняется от допредельных скоростей. Впрочем, к хорошему это приводит не всегда. Среди жителей Нелиминоноса в этом году самым быстрым стал Андрей Петряшов. Первое место ему досталось по результатам трех заездов. А вот участвовать в гостевом ралли спортсмен не захотел. Сказал, что буран не дотянет. Поэтому за красочной гонкой Андрей наблюдал уже в качестве зрителя. Гостевой заезд, пожалуй, самый зрелищный. Его еще называют профессиональным. Здесь собраны чемпионы. Все различные соревнования. Здесь и Попов, и Коткин, и даже его не та. В общем, звездный состав. Словно повторение Кубка Челенгарова. Гостевой заезд собрал участников из всех окрестных поселков и Наринмара. Для них трассу изменили. Вместо 8 километров в гонщике проехали 14. И никаких дополнительных заездов. То первый, тот и победил. Но на финише упорная борьба. Одна золотую медаль. Сразу три претендента. Первым финишную черту пересек Александр Коткин из Антига. Абсолютный чемпион. Это он в конце марта стал обладателем Кубка Челенгарова уже второй год подряд. Серебро в гостевом заезде у Алексея Попова. Теперь победителям и призерам предстоит решить, как возвращаться в родной поселок. Ведь в качестве призов громадная бытовая техника. Без саней на Буране ее точно не увезешь. Олег Танзийский, Роман Делимарский, телеканал Север, Нельминнос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова